Третье тысячелетие Третье тысячелетия 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 Третье тысячелетий Если мы сами не чистим свой организм, у нас накапливается очень много проблем. Знаете ли вы, что к 40 годам люди носят с собой от 5 до 25 килограмм шлаков в собственном кишечнике? Это вот как раз об этом говорят все учения. Первый этап здоровья, если вы решили построить философию здоровья в своей жизни, то первый этап это очищение кишечника. Второй этап это налаживание всех органов и систем ферментативной системы. Третий этап это полноценное сбалансированное питание. Вот мы с вами сегодня и начнем. Но поскольку мне хочется, чтобы вы были грамотны в отношении самих себя, то начнем мы с того, как мы с вами устроены. Это не прерогатива врачей знать, как мы с вами устроены. Мы все с вами должны знать, как мы с вами устроены и как работает наш организм. Да и они говорили, ложкой и вилкой мы копаем себе могилу. А как же так питаться, чтобы не копать? Вот с этого и начнем. Первая ложка мы отправляем ее в рот. Теперь скажите мне, пожалуйста, кто из вас делает 33 жевательных движения на один кусочек пищи? Так, раз, два, даже три. А все остальные мы глотаем и не пережевываем. Но это первый этап питания. Дело в том, что если мы пищу пережевываем, она смачивается слюной. Слюные железы выделяют слюну. В слюне есть фермент амилага, который способствует усвоению и расщеплению моносахаридов. Это простые сахара. Это фрукты, это ягоды. И эти моносахара впитываются, всасываются прямо в ротовой полости. У нас здесь очень много сосудов под языком. И поступают как энергетическая добавка в наш мозг. Если вы хотите, чтобы голова работала ясно, утром начинайте с ягод. Для того, чтобы правильно питаться, обязательно нужно пережевывать пищу. Более того, в слюне есть лизоцим. Это первый барьер на пути инфекции. Но если мы как следует пережевали пищу, то в результате лизоцима пропитана вся пища, и многие бактерии растворяются просто-напросто, не нанося нам вреда. Кроме того, слюна работает, слюны и железы работают как орган выделения. Вот скажите, милые мамы и папы, у кого ребенок спит со слюнкой на подушке бабушки, вызывая умиление, да? Приятно, так сладко спит со слюнкой на подушке. Так вот, знаете, если он спит со слюнкой на подушке, это значит, что у ребенка либо дисбактериоз, либо глисты. Потому что слюная железа – это орган детоксикации, яды выводит. Ну, пойдем дальше. Язык. Он не только для того, чтобы говорить, но и помогать нам в переваривании пищи, пережевывании ее, но он еще и ланкусовая бумажка нашего здоровья. Утром, просыпаясь, подходим к зеркалу. Белый язык – больной желудок. Серый язык – больная поджелудочная железа. Желтый язык. Ваш желчный пузырь просит о помощи. А дальше. Пища попадает из ротовой полости, она проходит через глотку. И вот здесь вот находится кольцо пирогового альдейра. Лимфоузлы. Лимфатические железы. Второй барьер на пути к инфекции. Кому из вас приходилось либо самому удалять себе гланды, либо деткам. Частые ангины удаляем гланды. Было? Бог, природа, нас так создали, у нас нет запасных частей, которые можно отрезать и выкинуть. Удалили гланды, дальше что наблюдается? Бранхиты, пневмонии. Так были частые ангины, теперь у нас частые пневмонии. Это барьерная пункция, и не надо ничего удалять. Но почему же у некоторых людей не болеют ангинами никогда, а у других частые ангины? Вот как вы думаете, почему? Слабая иммунная система, говорят. У него наследственность. А проблема состоит в том, что если кишечник забит, если непорядок с кишечником, если у нас дисбактериоз, а тем более накопление шлаков, то такие яды, как меркоптан, влияют на состояние лимфатических желез, ослабляя их функцию, ослабляя их защитную функцию, и в результате частые ангины. Вот, казалось бы, откуда-откуда ангины? Из кишечника. Но пойдем дальше. Пищевод. Не буду долго углубляться, в особенности заболевания пищевода, но если мы с вами нормально все проживали и жидкую практически уже пищу проглотили, то без затруднений и проблем она попадает в желудок. Вот у нас с вами желудок, такой крючкообразный орган. Да? В желудок здесь начинается перерабатывание белков. Среда кислая, PH1,5, выделяется фермент пепсин, который способствует расщеплению белков до аминокислот. Вот здесь вот расщепляются белки. Из желудка ничего не всасывается. Единственное, что всасывается алкоголь. И легко и быстро всасывается из желудка. Из-за низкого поверхностного натяжения. Ну вот белки здесь расщепляются. Однако, для того, чтобы они усваивались, нужно действительно PH1,5 или 1,5. Очень низкие значения. Скажите мне, пожалуйста, кто из вас читал, что такое раздельное питание? Поднимите, пожалуйста, ручки. Браво! Грамотные москвичи. Замечательно. Горьковчане. Очень дружи. Так. А скажите, поднимите руки теперь, кто из вас занимается, регулярно питается по системе раздельного питания? Увидели все? Это называется знать дорогу и идти по ней. Это разные вещи. А ведь что происходит, когда мы с вами питаемся в любимой русской украинской традиции? Кусок мяса с картошкой, пирожки с мясом, пельмени, вареники с мясом, да? Все вместе. Изменяется PH желудка, и белки уже не расщепляются до аминокислот, а начинается процесс гниения и брожения. И поэтому так замечательно организм пока мог бороться, а потом начинает сопротивляться. и поев довольная сытая отрыжка, это проявление того, что у вас в желудке процесс брожения идет по полной программе. Плюс залили еще водой, совершенно верно, потому что правильное питание это вода до еды, а потом через два часа после еды. А у нас же в традиции, без третьего вроде и не обедал. Да? Компот. Святое дело, а как же. Правильное питание это очень важная вещь. Смотрите, достаточно двух вещей, чтобы убрать такие неприятности, как вздутие отрыжки и нарушение обмена. Вот первые два этапа. Нормальное пережевывание и раздельное питание. Но пойдем дальше. Вот здесь вот этот небольшой отрезок это двенадцатиперстного кишка. Маленький, 25-30 сантиметров отрезок пути. Но сюда двенадцатиперстного кишка открывается проток желчного пузыря и проток поджелудочной железы. Желчный пузырь это желчные кислоты, это эмульгирование жиров, расщепление жиров до жирных кислот. Из поджелудочной железы все ферменты переваривания белков, жиров, углеводов. Вот здесь вот расщепление до мельчайших частиц. И если мы с вами нормально питаемся, то и процесс идет нормально. А если мы с вами ленивы и обжорливы, желудок у нас растянут и у нас изжога, потому что из растянутого желудка забрасывается содержимое в пищевод, у нас изжога, из растянутого желудка содержимое забрасывается в двенадцатиперстную кишку и здесь меняется среда. И вот вам язва двенадцатиперстной кишки. Именно здесь двенадцатиперстной кишки идет самый важный процесс кищеварения, расщепления. Ну а дальше 6 метров пути тонкий кишечник. И вот стеночка тонкого кишечника давайте нарисуем. Она устроена следующим образом. Давайте так. И в каждом ворсиночке идут сосуды кровеносные и лимфатические. В кровеносные всасываются белки и углеводы в лимфатические жиры. И если нормально работает кишечник, он не забит, то все замечательно мы все это всасываем. Кроме того, здесь есть пристеночное пищеварение, здесь есть железы, которые вырабатывают еще и гуморальный фактор иммунитета. идет путь в 6 часов продвигается. Ну и наконец здесь всасываются все питательные вещества и наконец пища попадает в толстую кишку. А это 1,5-3 метра начинается со слепой. Вот видите тонкий кишечник, вот это все изображение это тонкий кишечник, попадает пища в слепую кишку, первый отдел толстого кишечника. А вот это вот у нас, как вы догадываетесь, аппендикс. Кому из вас его удалили? Так, бедные. А знаете почему? Опять же, нет ничего запасной части, от которой можно избавиться. Дело в том, что когда пища поступает из тонкого кишечника в толстый, слепая кишка растягивается и растягивается в ход в аппендикс. И здесь вырабатывается гормон, способствующий моторике передвижению активной функции движения толстого кишечника. А если вам удалили аппендикс, то соответственно моторика толстой кишки нарушается и пища медленнее продвигается, создавая условия для застоя. Толстая кишка, ее отделы, восходящая, поперечная, слепая, восходящая, поперечная, водочная, нисходящая, сигмовидная и прямая кишка. Вот мусоропровод основной, да? Все, что не нужно, все, что отработали, мы должны выбросить. Но это не все функции. Функция толстой кишки 95% воды всасывается именно здесь. Мы с вами говорили, мы на 70% состоим из того, что мы пьем. От качества воды зависит наше здоровье. Если мы не усваиваем воду, а в кране у нас вода с поверхностным натяжением 75 дин на сантиметр, чтобы ее усвоить, нам нужно включить массу ферментативных систем, к сожалению, мы начинаем высыхать. В детстве мы почти на 90% состоим из воды только при рождении, а к старости на 60% процесс жизни высыхания. А вот от качества той воды, которая всасывается в кишечник, как вы думаете, зависит наше здоровье или нет? Вода всасывается в кровеносную систему, вся кровеносная система идет через печень, и здесь идет обезвреживание ядов, до тех пор, пока печень в состоянии выдержит наше с вами нарушение питания. А теперь представьте себе, в норме, видите, как она нарисована, толстая кишка выглядит вот так вот. Вот так вот, тоненькая стеночка, 1 мм, и через нее вода всасывается. к 40 годам это выглядит таким образом. И вот теперь через все это всасывается вода. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь сознательно будете пить из помойной ямы? Наш мозг на 81,5% состоит из воды. Какую воду получает наш мозг из грязного толстого кишечника? Наполовину обезбреженная печенью, а наполовину уже нет, печень не справляется. Вот у нас с вами и начинается раздражительность, утомляемость, нарушение сна, агрессивность, снижение памяти, ну и до старческого маразма еще немножко алюминиевого, из алюминиевой кастрюльки поесть, и все будет хорошо. Совсем немного осталось. Но самый страшный источник это шлаки, которые мы носим с собой. Лекарства вы сегодня выпили, завтра нет. Пищу, послушали лекцию, стали пить, есть нормальную пищу и воду. Но шлаки, если вы их не вымыли, они же каждый день, они же с вами постоянно. И вот в результате накопления шлаков организм, это пятая стадия зашлакованности, организм все это пытаются спрятать в капсулу какую-то. Результат полипы, аденомы, кисты, предраковое состояние доброкачественной опухоли. Ну и наконец, прямая кишка. Вот уж, что мы можем промыть глубоким клевмением, так это это. И тот, кто это делает, уже молодец. Но вот есть одна большая неприятность. Прямая кишка имеет три венозных сплетения. От всего кишечника кровь идет через печень и здесь обезвреживается. И только от нижнего венозного сплетения кровь напрямую идет в нижнюю полувену, а оттуда в легкие. Правый желудочек в легкие. У человека бронхиальная астма, он часто болеет бронхитами. А первопричина шлаки накопленные здесь, потому что идет отравление, снижение защиты. Именно отсюда. Когда перегружена печень, включается по полной программе кожа. Как мы выделяем с вами шлаки? Желудочно-кишечный тракт, почки, печень работает, кожа работает. Неприятный запах кота. Ну, а вы знаете, что онкология рак молочной железы резко вырос за последние буквально 20 лет. И секрет оказалось не в том, что у нас так резко изменилась экология, и в этом тоже, конечно, но все видели рекламу, вот это у меня рубашка после дезодоранта. У меня такой дезодорант, что не потею, пот не выделяется. Вон как хорошо, рубашку стирать не надо. Да? Ну, как замечательно. Но только кожа выделяет через потовые железы все яды, а мы с вами зауровываем этот выход ядов, а кровообращения в грудной железе у мужчины и женщины разные. Здесь накапливаются яды, инкапсулируются, вот вам кисты, вот вам рак молочной железы. смотрите, как много различных заболеваний, а первоисточник один, заваленный кишечник. И совершенно резонный вопрос, что же делать? У нас с вами есть система. Начинается она с того, что мы чистим зубы, микробрайдов, а дальше мы чистим кишечником. И этот продукт, продукт, перед которым я склоняю голову в глубоком поклоне, с великим уважением, автор его доктор Альберт Зерр, и мне очень приятно, что я лично с ним познакомилась в Канаде, в городе Торонто. Очень скромный, интеллигентный человек, который более 30 лет посвятил изучением различным пищевым продуктам и системам очищения. Я думаю, все вы знаете, что система очищения, ну, начиная вот пургена, да, какие-то слабительные, ласточка, нынче больно популярные в Москве, клизмы, малахов и так далее. Но, к сожалению, все эти системы не дают выковыривания из кармана. И вот пришел доктор Альберт Зерр со своим продуктом. Гола Бада. Это продуманная, сбалансированная система, рассчитанная на 14 дней. Вы когда-нибудь голодали по брыгу? Пробовали, да? Пытались. Что там сказано, что надо сначала подготовиться к этому этапу, а потом постепенно и мудро выходить, иначе вы сорвете себе систему пищеварения и нанесете больше ущерб здоровью, чем если бы вы этим не занимались. Доктор Альберт Зерр продумал трехэтапную систему очистки кишечника. Итак, первый этап. Она сделана так замечательно, чтобы для людей, которые вообще только до трех считать умеют, не возникало вопроса. Вот это вот первая неделя 7 дней. Написано номер 1. Один пакетик утром, другой пакетик вечером. 10 таблеток, травных таблеток и капсулы. Это мы выпиваем утром, и это мы выпиваем вечером. Мы готовимся к глубокому очищению. Резонный вопрос мне задали. Чем запивать? Единственно правильный ответ. Запивать это нужно водой с коралловым кальцием. Безусловно. Если вы не хотите, чтобы основная масса тех веществ, которые связывают яды, ушла на то, чтобы связывать яды в вашей воде, а хотите получить целительный эффект, то водой с коралловым кальцием. Кто здесь не знает, что это такое? Нет таких. Ну, замечательно. Тогда не буду уточнять. И замечательно вот так вот пить воду с коралловым кальцием. Утром и вечером. Но что же сюда входит? Минералы и витамины. Все полностью нам необходимы спектры. Особенно отдельно таблетка витамина С, как самого мощного среди всех водорастворимых витаминов антиоксиданта, связывающего яды. Кроме того, сюда входит сразу биофлора, ацедофилиус. И у нас с вами есть отдельно капсулы ацедофилиуса. Вот так это выглядит. Для деток, которым коловаду еще, собственно, и не надо, но нужно восстановить нормальную флору, есть ацедофилиус. Но в этой же первой порции сразу есть и пища для бактерий. Это люцерна. Поэтому она у нас тоже есть отдельная. если у ребенка есть проблема с дисбактериозом, тогда ацедофилиус и люцерна. Люцерна королева всех растений. Корневая система 30-40 метров. И то, что сегодня растения с неглубокой корневой системой просто не могут найти выразированной почвы, есть в люцерне. 22 аминокислоты, в том числе 9 незаменимых. Все витамины, микроэлементы, клетчатка, хлорофилл. Это один из самых мощных антираковых продуктов. Именно благодаря сбалансированности питательными веществами. И вот первый. Видите, как много здесь всего и разумного. Лист грецкого ореха. Очень мощное глистогонное средство. Очень часто люди говорят, у меня и быть не должно. Я мою руки с утра, с вечера, перед едой, после еды, после каждого посещения ванной комнаты. То есть быть не должно. Мои дорогие, к сожалению, сегодня инфекционная обстановка настолько серьезно, что вы даже себе не представляете, что можно найти. Почему лист черного ореха? Да потому, что очень часто люди даже не знают, что они носят с собой лямблей, что они носят с собой простейший в различных видах. лямблей. Ну и вот благодаря такой форме, тому, что здесь есть, ну кроме того, есть здесь замечательная плавитель, Каскара Саграда, которая хорошо и замечательно работает. В результате вы это пьете. Чего нужно ожидать? Начиная с первых дней. Увеличение объема опорожнения кишечника. и что очень приятно без поноса. Потому, что любой понос это потеря микроэлементов, потеря бактерий и потеря воды обезвоживания. Нормально очищение кишечника два раза в день, просто большими объемами. И уже через два-три дня живот, который стоял здесь, становится на место. И это не нарушает ваш обычный жизненный цикл. Вы можете работать не привязанно к родному унитазу. А дальше вторая программа. Цифра номер два. Это все те же самые, за некоторым исключением таблеточки, утром и вечером. 8 таблеток утром, 8 вечером. Но в период глубокой очистки вы пьете каждый день 4 порошка коловады. Генеальность доктора Альберт Азереса в том, что сама коловада вот это уникальное авторское право, скажем так, формула создания коловады. Вы пьете 4 раза в день. Запиваем полным стаканом воды. Если вам не очень приятно, она пахнет бананом, то можно в не слабкий сок грейпфрут или яблоко. Некоторые автоматы мне, например, не нравятся. 4 раза в день между приемами коловады много воды. В это время мы с вами не едим. Коловада дает объем в желудке и у вас нет вот этого жуткого чувства голода. Если очень хочется все-таки есть тертые фрукты, овощи, не грубая клетчатка. 4 дня. Чего здесь надо ожидать? Многие боятся и думают, что вот сейчас я начну пить коловаду тогда, когда я вообще возьму отпуск на 2 недели и никуда не буду ездить. Да не чаще, а реже. Один раз в сутки, а у некоторых раз вдвое суток. А пришла ко мне Любочка чему-то и сказала обманули как всегда. Всю неделю пила, все было хорошо, живот упал, так все было замечательно. А вот 2 дня у меня никакого результата. Где же Маша продолжил. На 3 день она пришла и ее глазами можно было освещать всю Одессу. Она рассказывала, текст был приблизительно такой. Я 3 часа отдала этой тяжкой работе, я никогда не думала, что весь этот ужас я ношу с собой и в фильме Хичкока это детские жалости по сравнению с тем, что я с собой носила. То, что я там увидела. Да, действительно, выходят и зеленые холестериновые, билирубиновые, и желтые холестериновые камни, тела и бог знает чего. Но что приятно, калавада обволакивает, вот смущивает, вот это все обволакивает келеобразной структурой и поэтому не повреждается кишечник изнутри, что очень важно. Ах, и продвижение, конечно, замечательное очищение. Если у вас проблема, вы можете помочь себе климат. И после этого 3 дня выхода. 3 дня выхода, это вот программа номер 3, здесь добавлены ферменты. Ферменты, которые жизненно необходимы, ведь ваш желудочно-кишечный тракт все это время был перегружен. Поджелудочная железа. Поджелудочная железа очень благодатный орган, его очень легко и хорошо лечить. А все убеждены, что хронический панкреатит не лечится, правда? Конечно, не лечится, потому что мы же лечим хронический панкреатит, пичкая себя бог знает чем, а не чистим кишечник. Но при заваленном кишечнике выделяется меркоптан, а этот яд очень мощно повреждает поджелудочную железу, и вы можете получить не только хронический панкреатит, но и сахарный диабет. Кроме всего прочего, милые женщины, варикозное расширение вен. проблема, да? Откуда она взялась? А дело в том, что вот, если мы наложим, там у нас есть таблица, кровеносная система, вена от вен собираются вот сюда, в полувену, и они переживаются перерастернутым кишечником. И то, что мы лечим снаружи или удаляем, мы что, первопричину убрали? Нет, конечно, потому что это чисто механическая преграда на пути тока крови. Раздутый, заваленный кишечник. Ну уж я не говорю про геморрой, особенно внутренний. У нас как, хирургу пришел, любимая, что? Резать? Ну, отрезали. Но дело в том, что завалы пережали внутренние, внутристеночные сосуды. И никуда это не денется. Первопричину мы не убрали. Смотрите, как много можно всего достичь, если сделать простую вещь. Доктор Дарлбульф говорит, если бы эти женщины, которые пришли ко мне сегодня на операцию по поводу рака молочной железы 15 лет назад начали чистить свой кишечник, они бы никогда не дошли до этого состояния. я вам показала, как работает коловада и рассказала как. Ну, а вот поскольку у нас в Одессе порядка 200 человек, не только в Одессе, в городе Харькове, и вот харьковчанам тоже есть что сказать, очень активно работают с коловадой. Около 200 человек пропили, я вам хочу сказать, какие реальные результаты. Люди теряют от 3 до 15 килограмм, и это не то, что так резко похудел. Если бы так резко похудел, я была бы первая против. Это вредно. Это шлаков. Это то, что носил с собой в течение многих лет. При этом без поноса, при этом без повреждения слизистой. Моментально меняется цвет лица и кожи. Моментально. Потому что кожа наша точно всегда отражает уровень интоксикации внутренней. Улучшается дыхание, потому что диафрагма, это уже на 3-4 день четко видно. Диафрагма опускается, объем дыхания увеличивается. Перестают беспокоить перебои в сердце. Потому что если сердце лежит, оно у нас на диафрагме и приблизительно вот так. А если у нас вздутие и диафрагма поднята, сердце лежит вот так. И в этих условиях экстрасистолея просто регулярно. у людей улучшается состояние, повышается иммунитет. Улучшается общее состояние, настроение. И знаете, как сказал Витя Пшениченко, говорит, после этого спишь, как ребенок, как младенец. Прекрасный сон. Работает лучше нервная система. Ирочка Склерук замечательная, она стала, она говорит, я была в санатории Горького. Поскольку мы занимаемся продуктами здоровья, а вычиталось же, что надо очищаться, она пошла в санаторий Горького на внутреннее гидроочищение. Замечательно. На третий раз ей сказали, что вы ходите. Смотрите, у вас выходит чистая вода. Зачем? Вам не надо. Она мне с гордостью доложила. После этого она пропила коловаду 9 килограмм. Вот вам разница. Больше всего у меня потряс результат последнего, на последней презентации в четверг вышла женщина 53-х лет, розовощекая, приятная такой наружность. Говорит, здравствуйте, я больная артальным пороком. У меня порок с преобладанием стеноз. И две недели назад у меня живот был выше груди. Я себе с трудом это представляю. Но это асцит. Вот такой вот живот как барабан. У нее 36-й размер убиви, она ползала в тапочках 42-го размера. Вот такие отеки. Удушья отдышка, давление 240 и постоянные головные боли. Она начала пить коловаду. А ей предлагали сделать функцию. Если врачи в зале не знают, что только начни пунктировать асцит, то одна функция, вторая, третья. Чем дальше, тем короче интервалы между ними и до могилы осталось в общем-то немного. Она пришла продемонстрировала туфли. Она была в 36-м размере. Туфли внучки набила. У нее никакого асцита нет. У нее розовый цвет лица, были у нее синяки под глазами, вот ребята ее видели до этого, синяки под глазами и желтушный цвет лица. Печень уже просто отвалена, если асцит. Вы понимаете, что это такое. Она говорит, да я молиться на вас готова. Давление у нее 140 на 80. Никаких отеков. И она говорит, я потеряла столько всего такого ужаса, что я вам передать не могу. Я бесконечно благодарна. Я даже не подозревала, врачи мне прописывали огромные дозы мочегонных, и сердце мое просто не выдерживали. Вот что такое головато. И еще одно. Беременную женщину. У вас у всех есть семьи. Научите своих девочек, дочек. Планируют беременность сначала головато. Потому что плод получает все то, что есть у матери. И от чистоты крови зависит здоровье и правильное формирование плода. Так вот, планируя беременность до беременности, во время беременности, пить головато не надо. У вас нет продуктов, которые вернут вам молодость и вернут вам 18 лет. У нас есть сказочные продукты, которые остановят прогрессивное старение и главное дадут вам энергию для того, чтобы вы смогли сказать так, как сказала мне в Швеции одна очаровательная женщина. Я обожаю эту компанию, потому что у меня есть здоровье и финансовая независимость. И, Мариночка, я в этом году заканчиваю работать. Я выхожу на пенсию. Жизнь только начинается. Вот этого всего я желаю. Спасибо. Перед вами ситуация, когда помочь продуктами компании Международный Коралловый Клуб уже нельзя. Операция на открытом сердце была произведена пациенту, который обратился с жалобами на нарушение ритма сердца, одышку, приступы удушья. Его состояние постоянно ухудшалось. На обследовании в области перикарда была обнаружена полостная опухоль. Врачи заподозрили эхинококос. На ваших глазах происходит вскрытие эхинококкового пузыря, и вот при помощи электроотсоса достают взрослую особь живого эхинокока. Паразиты опасны тем, что они не просто размножаются и дают потомство. Они питаются самыми нужными человеку веществами и отравляют нас отходами своей жизнедеятельности. Конечно, ни лекарства, ни пищевые добавки здесь не помогут, только хирург и достаточно травматичная операция. Возможно, это заставит вас задуматься. Профилактика это надежнее, дешевле и полезнее. Проблема онкология тяжелой формы. Прошел четыре химиотерапии, много облучений. Два года назад оперировался. Пытался восстановить свое состояние здоровья всевозможными методами, но, к сожалению, ничего не вышло. Придел в королловый клуб, пропил программу. Начал с водички, микроэдрин и коловада дали потрясающий эффект. Получил свою иммунную систему, живую назад. Сейчас бегаю, играю в футбол, живу полноценной жизнью, всего добиваюсь. Врачи говорят, что установить не обследовав на вирусы, бактерии, грибки и паразиты практически нереально. Практически нереально. То есть 80% диагноза они нам именно и дают. У нас огромное количество счастливых семей, которые после двух, трех, десяти лет семейной жизни не имеют детей. А давайте мы покажем те исследования, которые вы делали. Это касается исследования спермы. Давайте посмотрим. А вы прокомментируйте, пожалуйста. Вот сейчас мы видим, из-за того, что загрязнена сперма, видите, как сейчас, как в ловушку, сперматозоид попадет под кристаллик мочевой кислоты. Ну, практически получается, что вот эта сперма не может проникнуть, хотя и мужчина, и женщина, в общем-то, здоровые. Две-три коловады практически решают вопрос, то есть женщина, мужчина пропивают, очищаются, и после этого появляются детки. В основном люди считают, что они здоровы, несмотря на частые симптомы присутствия паразитов в своем организме. Что касается характерных признаков поражения у женщин, то это воспаление яичников, болезненные месячные с обильным кровотечением, упадок сил, нарушение сроков менструального цикла, его сдвигов, затем последовательно развиваются фиброма, миома, фиброзно-кистозная мастопатия, воспаление надпочечников, мочевого пузыря и почек. Признаки наличия паразитов у мужчин это простатит, импотенция и далее аденома, цистит, песок и камни в почках в мочевом пузыре. Вот здесь мы видим сперматозоид измененной инфекцией половой. То есть с одной стороны три хвоста и он практически не может двигаться, а с другой стороны две головки у сперматозоида. То есть не дай бог такой вот сперматозоид бы оплодотворил яйцеклетку, чтобы родилась. То есть на самом деле вот половые инфекции, которые обычно при неупорядоченной половой жизни мужчина получает, они ведут вот к такому роду бесплодию. головаде, что ничего особенного не требуется. Пьешь два раза в день себе таблетки, диеты не придерживаешься особенной, все это сидя дома. Я решила попробовать, попробовала. Ну, результаты ошеломляющие, помимо того, что спрятались вены на ногах, помимо того, что улучшилось зрение, болезни в разных точках тела прошли. У меня совершенно неожиданно, для меня, опять-таки, подчеркиваю, в моем возрасте в 43 года вдруг наступила беременность. Чего мы не ожидали с мужем совершенно, у нас уже большой ребенок, мы не надеялись на второй вариант. Так вышло. Надо отметить, что в Украине, как и во всем мире, однако, наблюдается рост паразитарной, паразитарных инвазий, рост кишечных гельминтозов, рост малярии, кишечной гельминтозы во всем мире. Это полтора, миллиарда больных, пятьсот миллионов больных малярии. Это значимые цифры, это в несколько раз, в два-три раза больше, чем больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкопатологией. Рига, Латвия, 2006 год, 1 ноября. Покажем зверя чудесного. Сделали стол с отметкой ровно один метр. после коловады. Человек шесть лет не мог избавиться от паразита. При помощи нашей коловады на девятый день коловады мы извлекли, точнее, получили подарок в виде такого существа. звери живут в людях, и люди даже не предполагают, что в них может быть вот такой вот интересный житель пять с половиной метров вышел бычьи цепень сейчас мы это делать все еще так кто не верит может посмотреть собственными глазами вот такая вот борозда живет в людях люди даже не задумываются об этом напоминаю сегодня 1 ноября 2006 года город рига латвия у нас был случай что ребенка с апеллепсией в год отошли восемь из ковид в Уфе звонят и говорят посмотрите пожалуйста ребеночка я не педиатр я детьми не заниматься они говорят ну подбирает ребенок ну посмотрите я говорю ну давайте посмотрим ну что я вам могу апеллепсия это заболевание а что еще плюс к этому а еще рвота еще поносы а еще так сказать анемия я говорю а они просто так не делали никогда буквально через два дня мама звонит это тошли восемь из ковид и ребенок сразу начал стал кушать и эпилепсия как-то пройдет постепенно потому что эпилепсия это может быть и интоксикация в том числе а там ребенок велся никто в жизни бы даже не подумал что могут быть у него в листы как бы случайный выход я за всю свою практику за 22 года никогда признаюсь честно никогда бестов не видела вот за исключением тех четырех лет когда мы начали работать с этими программами потому что я в карточке встречаю обнаруженные яйца аскорид я чеку назначаю тот же там я не знаю паранта или говорю пропейте потом придете пропьет он не пропьет он уже ушел у меня с приема я уже его не вижу а дальше когда листаешь карточку назад человек лечится 15 лет с анемией лечится 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 логин 70 и 70 но все в голове нет смотришь 15 лет назад было обнаружены яйца аскорид я говорю а вы пролечили аскорид а мне так никто не не говорил я говорю что карточку сегодня смотрите у вас конкретно написано обнаружены яйца аскорид вы 15 лет живете с аскоридами сегодня врач назначил а ему анализ пришел через 10 дней то есть это сплошь и рядом поэтому бесполезно искать как врача он говорю ничего мы у вас не найдем ваше здоровье в ваших собственных руках